Жизнь и здоровье детей в руках родителей. Зачастую именно халатность и безответственность взрослых приводят к ДТП с участием несовершеннолетних. Даже по проселочной дороге можно просто попасть в яму и ребенок не справится с управлением и безусловно квадроцикли. То, что и произошло в Голицыно, он просто перевернулся, а еще и был без средств защиты. То есть нужно понимать, что это очень опасно и вы в первую очередь отвечаете за жизнь и здоровье своих детей. Двухколесный вид транспорта заслуживает особого внимания. Он является основной причиной ДТП в теплый период. Велосипеды, мопеды, мотоциклы, а также квадроциклы родители торопятся побаловать и развлечь в свое чадо, не задумываясь о его безопасности. Если вы покупаете игрушку, дорогую игрушку своему ребенку, вы должны в первую очередь его обеспечить шлемом и защитной экипировкой. Это необходимое правило, как для велосипедов, как для мотоциклов маленьких, как для квадроциклов, то же самое. И запомните, что детям выезжать на дороге общего пользования запрещено. Достижение 16 лет, экипировка, светоотражающие элементы, ремни безопасности, соблюдение правил дорожного движения, обязательные условия для вождения любого транспорта детьми. Прежде чем сесть за руль, ребенок должен пройти обучение, сдать экзамен, получить права соответствующей категории. Кроме того, родители отвечают за надлежащее оформление и техническую исправность транспорта. В обязательном порядке техника должна быть зарегистрирована. Техника регистрируется в органах гостехнадзора по месту постоянной либо временной регистрации данного гражданина. Поэтому, конечно, большая просьба и хотелось бы, чтобы родители услышали, что касается несовершеннолетних детей, чтобы на это внимание обращали. Не бывает детей, виновных в ДТП, считают сотрудники госавтоинспекции. Не научили, не рассказали, не уделили должного внимания. Безответственное отношение родителей к правилам дорожного движения может повлечь страшные последствия. Статья 5.35 административного кодекса, она как раз-таки предусматривает ответственность. Часть первая, да? Часть первая, да. Ненадлежащее исполнение, которое, в принципе, может заключаться также в действии или бездействии родителей по защите прав и законов интересов несовершеннолетних. В том числе, приобретение того же веломототранспорта до достижения 16-летнего возраста. Отпустить ребенка одного гулять до школьника без контроля законного представителя. Надо попросить сходить ребенка в магазин, который находится в другом микрорайоне, где надо переходить через поезжую часть. Акции на улицах города, лекции в школах и детских садах, разъяснения правил в игровой форме. Лишь малая часть профилактических мер. Основная воспитательная работа лежит только на родителях, говорят специалисты. Родители, опять же, мы обращаемся к родителям прежде всего. Пожалуйста, настраивайте своих детей, что никто их не хочет пригвоздить к позорному столбу. А хотим, чтобы дети наши были здоровыми, чтобы дети наши выросли хорошими, замечательными гражданами нашей большой и красивой страны, нашего большого и красивого государства.